Одновременно депутаты начали муссировать тему платных парковок. Это, считают народные избранники, позволит пополнить казну Омска и избавить центр от пробок. Однако в мэрии проект считают убыточным и вообще сомнительным. Премия возникает не в первый раз. Правда, пока никто из властимущих не поинтересовался мнением самих омичей, готовы ли они вообще платить. А вот моя коллега Тахмена Тынысова поговорила с водителями, а заодно оценила опыт соседних регионов. Несколько рядов здесь машины были паркованы. Нарушение всех правил парковки и приличия человеческого. Каждое утро программист Андрей Барский приезжает к своему офису на улице Фрунзе за час-полтора до начала рабочего дня, чтобы припарковать свой автомобиль. Платить за парковку 35 рублей в час, а именно такой тариф предлагают установить ему не по карману. Мне приходится вставать в пять, в полшестого, где-то так, наверное, и сюда приехать к семи. Тогда место я найду гарантированно. Арифметика здесь простая. Это, конечно, для среднего жителя, наверное, очень большие деньги. 35 рублей за 60 минут, 8 часов в будни и 22 рабочих дня в месяц. Итого 6 160 рублей. И это при средней заработной плате по городу в 28 тысяч рублей почти пятая часть заработка. Платная парковка в Омске пока оборудована только у аэропорта. Первые 15 минут бесплатно, потом 50 рублей за каждые полчаса. Платить за стоянку омичи не спешат. Площадка не заполнена даже наполовину. Раньше улица Транссибирская, которая ведет к аэропорту, была полностью заставлена автомобилями. У здания напротив аэровокзала не было свободных мест. Но после появления паркоматов здесь установили дорожные знаки. Остановка и стоянка запрещены. И улица опустела. Теперь парковка, только стихийная, переместилась на обочину. Платные места в Омске планировали создать в основном в центре города. 23 стоянки на 7 тысяч мест. Депутаты Омского городского совета таким образом решили бороться с пробками и увеличить доходы бюджета. Если штрафы за неправильную парковку пополняют областную казну, то прибыль за платные места должна озолотить городскую. К тому же больше горожан из-за руля пересела бы на общественный транспорт. Это как раз вопрос работы общественного транспорта, как ни странно. Потому что общественный транспорт тогда сможет спокойно проходить без пробок. Это как раз вопрос с тем, что если больше пересядет на общественный транспорт, то безусловно мэрия должна будет заниматься организацией. И графики движения, и теплые остановки, и так далее, и так далее. То есть у нас начнет это меняться качественно. Для создания платных парковок необходимо как минимум 130 миллионов рублей. Проект должен окупиться в течение трех лет, а затем пополнять бюджет города десятками миллионов в год. Частному инвестору такое прибыльное дело решили не отдавать. А в мэрии денег нет. Уже несколько лет чиновники не могут найти средства. И хотят отдать парковки бизнесменам. Но депутаты против. Тут эффективность вложения средств в организацию парковочного пространства, это колоссально, 100% годовых. Ну, почему тогда вот? У меня нет, вот я пытаюсь выстроить логическую цепочку. Ну, почему? То есть, ну, не хотим, да, варианты. Самый первый приходит углового. Есть под кого шить платье это. Первые платные стоянки в России появились в Москве. Там стоимость парковки варьируется от 50 рублей в час до 200. Ближе к центру – дороже. На прибыль, которую приносят паркоматы, даже ремонтируют жилые дома. Автолюбители замечают. Машин в центре столицы меньше не стало. Однако многих воспитывает постоянный контроль. Дисциплинирует водителя. Кидали, как зря. Где зря машины? Ну, сейчас более, я говорю, культура меняется в лучшую сторону. Уже не на газонах. В Екатеринбурге работают около сотни паркоматов. Но денег в бюджет они не приносят. Оплатить парковку можно только с помощью банковской карты. Наличные терминалы не принимают. Поэтому и водители платить не спешат. На их сторону встал даже суд. Между тем, муниципалитет потратил на оборудование около 83 миллионов рублей. Новосибирские власти не хотят вкладывать деньги в платные парковки. Поэтому вкладываться будут московские инвесторы. Прибыль поделят с мэрией. Для тех, кому плата за стоянку кажется непомерной, строят сеть перехватывающих парковок. Бесплатных стоянок в разных частях города. Там можно оставить автомобиль и добраться до центра на метро или на электричке. Приятно, что можно бесплатно что-то в нашем мире поиметь. Прекрасно, вообще хорошо. Потому что я не то, что работаю, часто приходится ездить в центр. А в центре там на машине вообще делать нечего. Поэтому машину оставляешь здесь и туда приезжаешь. Обратно так же возвращаешься туда. А в Омске такой альтернативы нет. Хотя бы потому, что и метро тоже нет. Но паркоматы все же могут появиться. В Горсовете предложили заложить в бюджет на следующий год хотя бы 20 миллионов рублей на создание первых платных парковок. Тахмина Тынысова и Павел Хадынский. Омск. Здесь.